салют мой дорогой зритель я роман кравцов я поделюсь с тобой сегодня своими знаниями своим накопленным опытом за многие долгие годы своего тренерства и пребывания на растительном питании как же набрать мышечную массу на растительном питании впереди тебя ждет очень много интересного полезного и ценного запоминай может быть возьми ручку и запишешь и погнали почему спросишь ты я имею право делиться своим опытом поясню некоторые веки из моей жизни впервые я спустился в качалку в девяносто втором году я погрузился в этот изумительный мир кача работы над собой пота усилий вот и с тех пор обожаю тренироваться и помогать другим преображать свое тело с 98 года я начал работать регулярно в фитнес-клубах и тогда это впервые произошло в ростове-на-дону проработал там в нескольких фитнес-клубах и когда переехал сюда в москву то начиная с 2004 года я проработал в девяти разных фитнес-клубах москвы сети фитнес планета фитнес зебра xfit той фитнес этот основные и начиная с 2016 года я работаю уже сам на себя то есть будучи частным тренером я веду людей онлайн тренирую персонально как фитнес-клубах такие в парках на улице когда позволяет погода на петлях тирекс функциональным тренингом мы занимаемся и расписываю программы питания веду людей онлайн по питанию по тренировкам вот основные такие вехи из моего тренерского опыта ну может быть вам будет интересно и об образовании узнать дополню тогда что я отучился в педагогическом университете ростова-на-дону разумеется на факультете физ.воспитания и в ассоциации профессионального фитнеса я получил образование по тренировкам вот ну и все эти годы я постоянно регулярно читаю и прессу виде журналов посвященных теме бодибилдинга фитнесом и изучаю питание через различные книги общаясь разумеется со своими коллегами бывая на семинарах на фитнес выставках в общем всевозможными методами способами я развиваю себя еще и фитнес теме ну а с 2011 года я наслаждаюсь своей жизнью без мяса рыбы алкоголя я за эти годы стал и сыроедом и последние три года я нахожусь на фруктовом питании то есть я фрукторианец по стилю питания но по образу жизни я этичный веган если для вас что это что-то это дает но сейчас речь не об этом о том что за эти годы я углубился внутри сологии диетологию именно с позиции растительного питания то есть я понимаю глубоко насколько она позволяет человеку создавать здоровье сохранять молодость мне напомню 43 года продлевает долголетия разумеется дает яркость мысли энергетику выносовость повышает однозначно исходя из этих данных исходя из своего личного опыта наблюдения за своими подопечными за своими знакомыми веганами сыроедами я уже под накопил кое-какой жизненный и тренерский опыт и готов поделиться в этом видео с вами а еще с 2017 года я регулярно выступаю на различных мероприятиях являюсь спикером вегмарта эколайфеста веглайф экспо я проводил мастер-класс в различных веган кафе raw family айсол вкус и цвет я участвовал в различных передачах и выпусках на нескольких телеканалах как традиционные первый канал пятница мир такие множество выпусков мы сделали с первым вегетарианским телеканалом можете по ссылке посмотреть что же у нас такого интересного было как же набрать мышечную массу на растительном питании давайте я освещу наверно три основные такие столба фундамента благодаря которому тело меняется и тело наращивает мышечную массу независимо кстати говоря от питания это первое питание потому что именно она строит наше тело второе тренировки которые помогают запускать нам нужные процессы в том числе гормональный фон для роста мышечной ткани и третье сон отдых восстановления благодаря которому гормон воспроизводится а скушенная съеденная как раз вот это все и выстраивается нашим организмом в новую мышечную ткань ну погнали что же дает нам растительное питание и может быть какие-то сложности мы имеем при наборе мышечной массы на растительном питании я все это как раз и освещу впереди так что наберись терпения возьми яблоко и пока я рассказываю наслаждайся яблоком и полезной информации и так первонаперво ты должен понимать что нас строит питание причем любое питание из любой пищи тем более растительной нам нужны аминокислоты аминокислоты это считаю что как стенка из которой выстраивается стена и вот эти кирпичики они называются аминокислоты поэтому нам нужно не белок в растительной пище а именно аминокислоты эти аминокислоты а их 22 основные находятся в любой растительной пище они делятся на две группы на заменимые и незаменимые но это такие очень условные группы очень условно и потому что незаменимым и принято в нутрициологии биохимии считать те аминокислоты которые наш человеческий организм не может вырабатывать но это спорный момент на сегодняшний день наука продвинулась далеко но она еще до конца не изучила глубоко не изучила растительное питание и почему же мы можем легко обходиться без растительной пищи поэтому давайте я не буду углубляться в медицину и науку я буду опираться на пока что на свой опыт в других каких-то видео мы можем разобрать какие источники нужно использовать для того чтобы взять какой-то какие-то фундаментальные знания по биохимии и так аминокислоты мы можем их получить в любое растительной пище хоть в клубнике хоть петрушки другое дело что для роста мышечной ткани нам нужно не только кстати аминокислоты их нужно в большом количестве но и определенный колораж пищи углеводы но и не лишь немного жиров если из аминокислот мы выстраиваем новую мощную ткань то углеводы они помогают нам складировать создавать такие запасы которые именуются гликогеном и в печени и в мышцах организм запасает эти самые углеводы благодаря этому также мышечная ткань растет мышечная ткань растет еще из-за такого механизма который ну можно просто называть травмой или разрывом потому что во время любого движения даже если вы просто идете вы наиболее короткие мышечные ткани волокна разрываете и именно это место залечивает скрепляет организм из новых из новых источников пищи и именно поэтому это тело уплотняется это место волокно уплотняется и растет растет но конечно же до определенных величин сразу поясню сколько вы можете набрать на растительном питании как правило любой начинающий фитнесист который приходит в тренажерный зал он может набрать порядка пяти килограмм уже в первый месяц это для новичка правило годится для тех кто тренируется достаточно давно у них этот рост замедлен поэтому таким как я нужно набраться терпения чтобы набрать более пяти семи а то и десяти килограмм но я вам так так скажу есть несколько разновидностей физической активности благодаря которым можно набрать мышечную массу благодаря бегу вы не наберете скорее наоборот тело будет постоянно расходовать эту энергию и в том числе аминокислоты и поэтому на беге на плавание сложно набрать мощную массу плюс один два килограмма йога тут смотря какой стиль вы выберете если а штанга йога наиболее силовой режим то да можно набрать ну три четыре килограмма вполне допускаю чуть посерьезнее дает прирост мышечной ткани это воркаут то есть тренировка на турниках если воркаут может дать нам 47 килограмм то наиболее серьезный прирост дает разумеется работа тренировка в тренажерном зале именно силовом режиме да я может быть пропустил домашние тренировки можно пятерочку 57 килограмм можно набрать там но это лишь на первой поры на первой поре когда организм только адаптируется силовым нагрузкам но они должны постоянно расти постоянно увеличивать нужно нагрузку а это невозможно если у тебя всего лишь турник а к подтягиваем или отжиманиям тело адаптируется но нужно ведь брать постоянно новые новые высоты поэтому турника в данный момент домашних условиях недостаточно если вы приобретете гантели или штангу уже будет получше уже этот набор позволит вам определить серьезно серьезную нагрузку и это запустит механизм роста но повторюсь тренажерный зал и даже не crossfit crossfit тоже заставляет очень усиленно сжигать калории и воркаут энергичный также он не позволяет набирать ну более 10-15 килограмм в тренажерном зале вполне допускаю это возможно причем сразу поясню что серьезная серьезный набор массы он происходит именно на веганстве как ни странно на средний гораздо сложным тут видимо дело в том что чем чище организм от вот три вида я возьму на вооружение веганство средине и фрукторианство самый очищающий стиль питания это фрукторианство наиболее такой в кавычках конечно возьмем загрязняющий стиль питания это веганство где ну из которого все-таки варенка она плохо усваивается нашим организмом и это по-своему закисляет наше тело поэтому чем больше у вас растительные необработанные термические пищи тем будет лучше для здоровья но для набора признаю веганская пища то есть термически обработанная больше годится если завершите тему завершить тему набора в тренажерном зале то здесь достаточно все просто основные базовые упражнения дают хороший гормональный фон присед со штангой на спине становая тяга жим штанги лежа или гантелей вот это основные триада такая либо жим штанги стоя или на бицуху сгибания рук со штангой это даст нам набор именно на определенных мышечных областях мышечных группах как сгибание рук с гантелями со штанга это для бицепса там жим штанги или гантелей стоя это для дельтоид плечей там главное придерживаться основного основных цифр от 8 до 12 повторений дает в большинство людей хороший прирост мощной ткани больше это все-таки на выносливость меньше это больше на силу поэтому важно и здесь придерживаться этих определенных цифр что касается силовой нагрузки то не только 8-12 повторений но и важно выдержать вам 45 подходов в одном упражнении этих упражнений должно быть не более 6-8 за одну тренировку а саму тренировку старайтесь поместить в один час ну максимум полтора это если вы со временем уже адаптировать свой организм к нагрузкам так что до полутора часов включая разминку кардио разминку суставную разминку и если любите если вы может быть закрепощены то в конце можно стрейчинг делать то есть растяжку мышц связок и так далее что касается питания здесь очень важно придерживаться и колоража но это больше знаете плотности пищи касается и очень важно задумываться о том откуда вы получите аминокислоты попросту говоря белок это сразу приведу несколько категорий несколько групп высокобелковых продуктов крупы по хорошему их нужно проращивать как зеленую гречку например амарант полба овес пшенка или рис они не поддаются проращиванию поэтому это не самый лучший вариант брать на вооружение так сказать дальше бобовые маш ну чечевица это наиболее такие легко усваиваемые для нашего организма для нашей пищеварительной системы и высоко белковые соя тоже годится но ее я не встречаю в продаже и и их кстати сою в отличие от машинута и чечевицы не прорастить семена тыквенный подсолнечник кунжут чья лен этот основные которые также используете для набора мышечной массы из них можно как каши если знаете льняную или конопляную кашу можно с финиками бананом например сделать перемолоть в блендере и как раз вот это то что я называю плотной пищей плотная плотность дает также очень хороший набор массы я озвучил крупы бобовые семена орехи орехи вот с ними поосторожнее потому что в них достаточно много жиров и тут можете переусердствовать поедая килограммами вы больше будете на наращивать жирок на пузе чем реальную мышечную массу это основные высокобелковые продукты которые обязательно следует использовать если вы хотите набрать более 10 килограмм конечно это на этот ролик скорее всего пригодится больше парням чем девушкам что еще вам важно знать о пище это плотность как я уже говорил и тут помогают смузи тут помогают каши которые также можно делать в блендере я уже привел в пример льняную и конопляную вы можете использовать в смузи или зеленых коктейлях хорошее количество семян 2-3 столовые ложки тыквенных семечек кунжута льна это также придаст увеличить в белковую составляющую одного приема именно из-за этого фруктовое питание очень сильно уступает сыроедению или веганству потому что мы отрезаем на фруктовом питании очень много продуктов и в том числе высокобелковые крупы бобовые орехи семена поэтому лично я использую протеин из подсолнечника могу ссылку на него кинуть и посмотрите что со собой представляет этот растительный протеин из подсолнечника который делается на нашем российском заводе плотность он же колораж с одной стороны заморачиваться на к бжу нет смысла но если вы хотите создавать рельефное тело то есть с хорошим с хорошей мышечной массой и в то же время с небольшим количеством жира то очень важно придерживаться такой стратегии утром что-то высокоуглеводная легко усваиваемая это фрукты могут быть это могут быть каши которые привел в пример длина я если вы по-прежнему на веганстве сыроедение то каши с обычными крупами на обед всевозможные есть котлеты как морковные так и льняные нутовые как котлеты ну в общем опять же высокобелковые с овощами с может быть коричневым или черным рисом и в вечером обязательно салон либо что-то из авокадо ну либо зеленый коктейль поскольку зелень не дает большое количество калорий то это как раз и позволяет сохранить для девушек в талию тонкая для парней рельеф мышц двигаемся дальше плотность пищи это ну давайте так в примеры приведу одно дело скушать просто плод просто пару бананов к примеру да и совершенно другое когда вы делаете из них смузи вы сочетаете допустим шпинат с бананом с тыквенными семечками может быть для аромата рукколы или мяты добавляете и вот это вот плотность она позволяет организму наращивать может быть не всегда чистую мощную массу все-таки кардио следует добавлять особенно тем у кого склонность есть к набору лишнего веса но что характерно когда ты переходишь на растительное питание у тебя постепенно исчезает определенное количество массы но это не всегда страдает мышечная масса на самом деле при переходе исчезает то влага лишняя которую накапливает организм жиры которые накапливаются благодаря употреблению животной пищи исчезают токсины шлаки не не переваренная необработанная пища которая просто залежем лежит пищеварительной системе и никак не выводится постепенно большое количество клетчатки тем более если вы проходите чистки это все уходит все что я перечисляю это имеет вес и вот этот в плюсуйте плюсуйте и плюсуйте добавьте к этому паразитарную патогенную микрофлору это триллионы клеток разных и паразита в том числе крупные бывают хламидии всевозможные черви и они тоже имеют вес поэтому когда это все уходит то вы конечно легче становитесь вот почему принято считать что веганы сыроеды дистрофики да нет просто тело приходит в свой обычный естественный вид но физическую активность никто не отменял и даже на раке на растительном питании все равно нужно свое тело заводить использовать для движения а тренажерный зал это просто возможность создать нужное нам по пропорциям по красоте нужное нам тело этот основные причины почему человек переходящий на растительное питание потихонечку худеет может быть не потихоньку смотря сколько весело раньше ну потому что есть ребята в моем окружении которые потеряли по 30 килограмм просто перейдя на сырую на сыруху как мы ее называем и среди фруктоедов сыроедов не встретите толстых людей на веганстве еще можно вот почему важно сочетать питание и тренировки кстати о тренировке и вообще спортсменах веганах вот-вот выйдет фильм games changers меняющий игру который создал знаменитый кинорежиссер джеймс который сейчас очень активно последние годы пропагандирует заботу об экологии и веганство арно швастнеггер также является продюсером который также говорит меньше мяса и джеки чан вот три основных продюсером и в этом фильме перечислены и показаны различные спортсмены то есть из разных видов спорта посмотрите и воодушевляетесь какое тело можно создать ну как например этого унимая дальгада или тори вашингтона и это просто замечательный пример как можно наращивать не используя курогрудки яйца творог в больших объемах на растительной пищи можно расти начните тренироваться начните питаться правильно грамотно а я с удовольствием вам в этом помогу обращайтесь через соцсети и я помогу вам составить индивидуальную программу питания если потребуется той программу тренировок ссылки мои на мои соцсети ниже переходите убедитесь сами что это вполне возможно делать что тело способно получить от растительной пищи для тренировок для набора мощной массы не забывайте про воду вода также является источником и возможностью набора массы поэтому пейте достаточно воды полтора два с половиной литра человек тренирующийся должен выпивать именно вода является переносчиком аминокислот глюкозы витаминов минералов кислорода она же вымывает продукты распада тоже молочную кислоту которая возникает при физической активности на внутри наших клеток и именно из-за нее печет горячо в мышцах жжет знаете ли бывает в мышцах во время тренировки кстати говоря воду надо пить обязательно именно чистую воду не что другое нам не нужно на самой тренировки и около литра вы можете запросто за часовую тренировку запросто выпивать и хорошо бы кстати говоря до тренировки до тренировки также выпивать порядка стакана или двух так чтобы ваши мышцы уже наполнились кровью благодаря такому изобилию воды поэтому пейте до тренировки во время тренировки также чистую воду а как только закончится тренировка нужен любой растительный партейн в первые 5-15 минут обязательно любой растительный партейн из подсолнечника которые с удовольствием вам рекомендую конопляный гороховый из тыквенных семечек и миндальный рисовый огромное количество и разнообразие растительных протеинов можете найти в любых веганских магазинах ну и уже появляется к счастью и в обычных магазинах спорт пита но рекомендую поддерживать наших то есть приходить в обычные веганские магазины либо интернет магазины и так желаю вам роста усиленного роста добавьте плюс 5 плюс 15 килограмм к своему телу это вполне возможно тренируйтесь усиленно сосредоточенном во время тренировки фокусируйтесь на работе мышц чувствуете как работает нужная искомая мышечная группа выбираете наиболее комфортные тренажеры и я имею ввиду в которых наилучшая биомеханика где вы чувствуете ярко нужную вам мышечную группу и в то же время стараетесь больше работать с свободными весами то есть штангой гантелями это больше дает прирост массы потому что включаются разные мышечные группы и это запускает хороший гормональный фон вот почему нужно использовать больше свободные веса либо как я люблю тренажеры hammer или те которые стилизованы под hammer желаю вам роста желаю вам отличного перехода на растительное питание а те кто уже на нем то создать такое тело которую которым будут восхищаться ваши окружающие и люди из соцсетей и давайте за веганим весь этот мир потому что это лучше для природы для экологии нашей планеты это лучше для вашего здоровья для вашего тела и это лучше для животных go vegan с вами был роман кравцов качестве послесловие третий важный фактор для роста мышечной массы помимо питания и тренировок это сон отдых во время которых будет происходить восстановление мышечной ткани центральной нервной системы который собственно вы включаете мышцы на тренировке и перезапуск гормонального фона то есть будет очень мощно продуцироваться гормон роста и тестостерон они-то собственно эти два гормона и будут из пищи из аминокислот пищи выстраивать новую мышечную ткань которую вы повредили на тренировке даже во время движения в течение дня чтобы это происходило качественно положите спать в 21 22 и тогда вы за 8-10 часов ночного сна дважды может даже трижды пройдете все три фазы чтобы это хорошо происходило ложитесь спать в хорошую проветриваемом помещении не переедайте на ночь задергивайте шторы поплотнее чтобы свет не раздражал глаза и может быть даже одевайте на глазники в таком случае рост вам обеспечен желаю вам хорошего